Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net Unit 2, секция 4, упражнение 54 Скажите, что общего и что различного обучения в русской и британской школах? Используйте таблицу из упражнений 53 Давайте возьмем эту таблицу, добавим столбец под номером 3 Назовем его Russian school, русская школа И будем описывать, что происходит в русской школе Отвечая на поставленные ранее вопросы Итак, первый вопрос Когда начинается учебный год в Британии? Ну, мы берем in Britain и вообще, когда начинается учебный год Во втором столе сайтом, когда у британских школьников А в третьем столбце для русских Итак, для британских школьников Ученики учатся с сентября по июль, затем у них летняя каникула Мы начинаем учиться первого сентября и заканчиваем в конце мая За исключением одиннадцатиклассников, у них экзамены в июне Второй вопрос, напомню, он звучит Когда у британских учеников каникулы? Итак, читаем ответ на вопрос именно для британских школьников Они учатся три семестра Летние каникулы длятся около шести недель Двухнедельные каникулы британских ученики имеют на Рождество и на Пасху В середине каждого семестра они также имеют недельные перерывы А теперь, что касается русских школьников Российских учеников обычно каникулы в четыре раза в году Одну неделю в конце ноября и в начале марта Две недели в декабре сразу после празднования нового года и три месяца летом Смотрим на третий вопрос Сколько длятся летние каникулы? Для Британии Летние каникулы длятся около шести недель Для России Летние каникулы длятся три месяца Четвертый вопрос Нос ли Алиса школьную форму? Как она выглядит? Ну, интерпретируем его немножко по-другому Да, вообще, как выглядит школьная форма в Британии Один из вариантов как раз-таки форма Алисы и Джима Да, носит Алиса носит черные брюки или юбки Белую рубашку, голубой джемпер со школьным логотипом На нем черные обувь Теперь поговорим о том, носят ли русские школьники форму В 1992 году школьная форма была отменена Так что ученики могли носить все, что они хотели и что им нравилось Но сегодня мы вернулись к школьной форме снова Существует множество видов и фасонов школьной формы сейчас И последний вопрос Какой иностранный язык изучает Алиса? Итак, she started French На основе данных об Алисе мы можем сказать, что британские ученики Тоже изучают как иностранный язык французский либо германский Существует немецкий Окей Что касается русских школьников Russian students study English, French or German Русские ученики изучают английский, французский или немецкий Английский изучаются в каждой школе А вот французский или немецкий Это уже по выбору учеников Но сейчас, конечно, в основном изучают два языка Второй на выбор Окей, упражнение выполнено Если вы хотите смотреть больше видео Подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях